Говорит Черкесск Доброе утро! Сегодня 20 апреля, четверг. Студии с главными новостями Республики у Марти Киев. Официальная хроника. Вчера глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании, которое прошло в Ставрополе под председательством секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с участием полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Олега Беловинцева. Вопрос противодействия диалоги терроризма и религиозного экстремизма стал ключевой темой совещания. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов совершил рабочую поездку в Ногайский район, где в сопровождении министра строительства из ЖКХ Евгения Гордиенко и главы администрации района Энвера Кирейтова оценил степень готовности к сдаче в эксплуатацию нового детского сада на 200 мест в Ауле и Конхалк. В настоящее время детский сад в Ауле, где проживают 5000 человек, расположен в приспособленном помещении 1934 года постройки. Многие родители возят детей в дошкольные учреждения, расположенные в соседних населенных пунктах. Строительство нового современного детского сада уже завершилось. Ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Рашид Тимрезов озвучил ряд поручений по улучшению качества и сроков выполнения графика производственных работ, а также по внутреннему обустройству помещений и комплектации инвентарем. Он подчеркнул, что детский сад необходимо открыть уже в сентябре текущего года. Рашид Тимрезов поручил министру строительства из ЖКХ Евгению Гордиенко также отремонтировать дорогу Адельхалк и Конхалк. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Республики Муратом Аргуновым, который проинформировал об итогах работы ведомства за прошлый год и о результатах исполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи. Глава региона с министром промышленности и торговли России Денисом Монтуровым. Мурат Аргунов отметил, что большой комплекс задач решен по направлению развития информатизации общества. В частности, создан региональный сегмент единой электронной системы учета контингента обучающихся, единой региональной системы по управлению автомобильным пассажирским транспортом. Автоматизированы также процессы деятельности Республиканского управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов и модернизированная информационная система ЗАГС Карачаева Черкесии. Кроме того, по словам Мурата Аргунова, создана единая региональная система по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров, позволяющая отслеживать его движения, получать информацию о маршрутах, графиках и времени прибытия на остановочные пункты пассажирского транспорта. Вместе с тем отмечено, что в этом году будет запущен региональный портал госуслуг, на котором наши граждане смогут получать более 200 региональных и муниципальных услуг. И в этом же году стартует еще один крупный проект «Сетевой регион образования», который даст возможность дистанционного зачисления в образовательные учреждения, предоставит родителям и школьникам информацию о результатах сданных экзаменов, текущей успеваемости и т.д. Сегодня в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 35-я сессия Народного собрания Карачаева Черкесии. На рассмотрение и утверждение парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в том числе о внесении изменений в республиканские законы о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карачаева Черкесской Республики и о государственном стимулировании инвестиционной деятельности в Карачаева Черкесской Республике. Накануне очередной сессии Народного собрания в Комитете парламента по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике рассмотрели ряд законопроектов. Один из них – проект республиканского закона об обеспечении чистоты и порядка на территории Карачаева Черкесии, разработанный по поручению главы региона Рашида Тимрезова. Документ направлен на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории туристических ресурсов Карачаева Черкесии. В администрации Карачаевского городского округа состоялось заседание антитеррористической комиссии. Меры по повышению эффективности мероприятий, направленных на антитеррористическую и противодиверсионную защищенность объектов транспортной инфраструктуры, стали ключевой темой заседания. Представителям компетентных ведомств оручено обеспечить соблюдение порядка охраны пассажирских транспортных средств в местах стоянок, организовать ежедневный осмотр транспорта на наличие подозрительных предметов, а водителям запретить перевозку посылок и т.д. Вы слушаете Радио России Карачаева Черкесия. К другим новостям. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии информирует, что с 24 по 30 апреля текущего года на территории республики будет проходить Европейская неделя иммунизации. Вакцины приносят результат, которая в текущем году приурочена к Всемирной неделе иммунизации. Целью данной кампании является увеличение охвата вакцинации посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации, в частности, среди уязвимых групп населения, содействие продвижению одного из самых действенных инструментов сохранения здоровья населения – вакцина-профилактики. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что складывающиеся благоприятные климатические условия способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Период активности клещей начался и в Карачаево-Черкесии. На сегодняшний день в медучреждения республики по поводу укусов клещей обратились 20 человек, из них 9 – дети. В прошлом году в этот период уже было зарегистрировано 67 случаев укусов. Распоряжением мэрии Черкесской изменена работа светофоров на двух перекрестках – проспект Ленина, улица Умаралиева и проспект Ленина, улица Ставропольская. В скором времени изменения будут введены и на пересечении улиц Ленина и Доватора. Теперь движение транспортных средств и пешеходов, находящихся на этих перекрестках, в течение трех секунд запрещено. Таким образом, транспорт, совершающий левый поворот, независимо от направления движения, может свободно завершить маневр. Иными словами, у транспорта, совершающего левый поворот при своем запрещающем сигнале светофора, красный свет, не возникнет конфликтной ситуации на дороге с транспортным средством, начинающим движение с боковой стороны. В столице Карачаева Черкесии в рамках месячника по благоустройству городской территории, стартовавшего 1 апреля, повсеместно проходят экологические акции. Как рассказал начальник отдела контроля городского хозяйства мэрии Черкеска Назир Капсергенов, к участию в наведении чистоты и порядка в республиканском центре подключились наиболее активные и сознательные горожане, коллективы организаций и предприятий различных форм собственности. По его словам, за период с 1 апреля очищены от несанкционированных свалок все въезды в город, а также русло рек Кубания, Вечка, старое кладбище, территории, прилегающие пограничному управлению, ДСК по улице Демиденко, гимназии номер 17, медсанчасти, второй спуск в парк Зеленый остров и многое другое. За эти полмесяца силами сотрудников предприятия спецавтохозяйства вывезено около 1 тысячи кубометров собранного мусора. Средняя общеобразовательная школа Аула Хумара Карачаевского района стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа-2017». Жюри конкурса оценила высокую эффективность образовательных программ, реализуемых в учебном заведении, а также не менее эффективное применение современных образовательных технологий и авторских программ. Лауреатом конкурса вручается медаль «Лучшая сельская школа-2017», которая подтверждается дипломом. Церемония награждения состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге. Вести из правоохранительных органов и чрезвычайного ведомства. Прокуратура Черкеска проверила соблюдение законодательства об оплате труда закрытым акционерным обществом Карачаево-Черкески «Мукамол». В ходе надзорных мероприятий установлено, что на предприятии имелась задолженность перед работниками на сумму порядка 2 миллионов рублей. В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена. А прокуратура Урупского района при проверке соблюдения законодательства, регламентирующего порядок назначения пенсии, выявила, что местный житель Николай Зубов является получателем пенсии по старости, выплачиваемой ему управлением пенсионного фонда страны в Мостовском районе Краснодарского края, которая была назначена в отделе социальной защиты населения города Полярной Зори Мурманской области. Несмотря на это, Зубов повторно обратился за назначением пенсии по старости, подав фиктивные документы в Урупский отдел социальной защиты населения. В результате в период с апреля 1994 года по декабрь 2016 года он необоснованно получил из федерального бюджета пенсионные выплаты на общую сумму свыше полутора миллиона рублей. Представители Главного управления МЧС Покрачаева Черкесии в эти дни принимают участие в крупномасштабном командном штабном учении. Участники мероприятия отрабатывают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. В учениях задействованы силы территориальных подсистем, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех 85 субъектах страны. Особое внимание во время практических действий уделяется вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧАЭС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Новости спорта. Впервые в Карачаево-Черкесии проводится открытая футбольная лига республики по схеме Лиги чемпионов УЕФА, где каждая команда сначала выявляет лучшего в своей группе, а затем соревнуется в плей-офф на выбывание участников. В соревнованиях принимают участие 16 команд из различных городов и районов республики. В ауле Адельхалк Ногайского района прошел конно-спортивный праздник, посвященный 25-летию образования Карачаево-Черкесии и 10-летию образования Ногайского муниципального образования. В состязаниях участвовали лошади местных пород и чистокровные английские скаковые. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 17. В горах плюс 6, плюс 11 градусов. В горах выше 2,5 тысяч метров слабая лавина опасность. В Черкесске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 17 градусов. Это были вести Карачаева Черкесии. Выпуск провел у Марти Киев. Я с вами прощаюсь. Далее наш эфир продолжит информационно-музыкальная программа радио Карачаева Черкесии «Республика». Всего доброго и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok